Участники пятых классов школ города Заречный приняли участие в увлекательной военно-спортивной игре «Полигон». Ее подготовили активисты городского детского движения «Юнзары». Для участия в игре нужно было собрать команду из девяти человек. Важно отметить, что ребят только в этом году посвятили в «Юнзары», и это было одно из мероприятий в новом статусе. Проходила игра в несколько этапов. На каждом из них участники показали свою слаженность и дисциплину. Ребятам нужно было пройти интересные станции, каждый из которых символизировал разный род войск. Пятиклассники могли попробовать себя в роли снайпера, связиста и даже медицинского работника. Для них это был не только важный, но и интересный опыт. В школе номер 221 открылся стенд, посвященный 75-летию Победы. Экспозицию наполняли школьники и учителя, главные наследники традиции Победы. На выставке представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, ветеранов войны и труда, родственников, школьников и преподавателей. Эта фотогалерея – прообраз международной акции «Бессмертный полк». Важно отметить, что в оформлении стенда принимали участие выпускники. Фотографии их родственников появились на выставке первыми. Экспозиция будет постоянно пополняться, потому что важно сохранить постоянство памяти о тех людях, которые защищали нашу Родину. В Зарежном стартовал 13-й городской смотр-конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать». В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы. Конкурс охватил большое количество участников. Впервые за всю историю представлены 34 команды. Это воспитанники детских садов, ученики школ города, студенты Зареченского технологического института, работники силовых структур, предприятий и организаций нашего города. Участники уже преодолели множество испытаний, показали свои знания в интеллектуальном турнире, прошли полосу препятствий, показали свои умения в оказании медицинской помощи, сборке и разборке автомата на время и продемонстрировали строевую выправку. Впереди у конкурсатов еще один этап – представление творческих постановок, а также самая приятная часть – награждение победителей.